Юридическая помощь жителям городского округа должна быть квалифицированной, общедоступной и, что немаловажно, в каких-то случаях безвозмездной. В 18 районах Подмосковья центры бесплатной юридической помощи уже открыты. В Красногорске своего пока нет. О востребованности такового говорить не приходится. Механизм создания прорабатывали на встрече члены областной адвокатской палаты. Задача перед юристами стоит непростая, но осуществимая. Необходимо продумать финансирование и подобрать кадры. Мы будем привлекать и в отставке, и юристов, судей, прокуроров, следователей, адвокатов, которые еще полны сил и полны знаний, которые могут оказать первичную помощь людям, которые к ним обратятся за советом, написать заявление, какой-то правовой документ. В Красногорске мы считаем, что необходимость такая назрела. Приблизить население, чтобы люди не ездили в Москву за правдой. В кавычках люди могли получить любую помощь здесь. Другой важной темой стал вопрос назначения адвокатов в уголовном судопроизводстве. Чтобы сохранить профессиональную беспристрастность и объективность, планируется перейти на автоматизированную систему определения адвокатов. Не будет карманных адвокатов. Когда следователи хотят, чтобы адвокат был тот или иной участвовал в деле, и им это выгодно. Потому что на любое время, дня и ночи, пригласить адвоката, который подпишет. К сожалению, есть и такие среди нас. Вот система автоматически назначает адвоката. Как Яндекс.Такси. Когда нужен адвокат и приглашают адвоката, он не знает клиент, кто будет у него адвокатом. Встреча в молодежном центре, по мнению участников, прежде всего, возможность конструктивно обсудить то, что накопилось за пандемию и требует безотлагательных решений. И ряд из них принят. Например, центр бесплатной юридической помощи населению откроется в Красногорске уже до конца года. Продолжение следует...